Запись пошла Да, действительно, пошла запись, дорогие мои 125 FPS Лига представляет Sunday Cup 17 Воскресенье, 8 ноября 2015 года У микрофона Elder.ru И мы смотрим игру Dansky против Billy Murray, но на самом деле мы-то с вами Знаем, что это Ферзиан Фирс Наш, так сказать, соотечественник Вот здесь вот гамму мы немножко убавляем 1.2 Какие-то негодяи начинают что-то там В смысле, говорить в TeamSpeak VoiceChat, но он у нас отключен Делает первый фраг уже Вообще, почему мы смотрим Эту игру? Потому что первый раунд Естественно, все играют против клубов Чтобы быстренько они отлетели А мы бы с вами Посмотрели, как играют фарткорные пацаны Кстати говоря, разрушитель и уничтожитель Присутствуют сегодня на этом Турнире, посмотрим на игру Этих игроков, явно, что это игроки Представляют Россию Ну, в общем-то, это не так важно Нам сейчас нужно что? Правильно, понять Как играет Ферзиан В какой он форме Насколько хорошо он читает игру Насколько он ее понимает В общем-то, чем я вам и предлагаю Сейчас заняться Тем временем он уже сделал Два фрага Неплохо контролит красники Там туда и мысю дымы Один красный Ни одной миги пока не досталось Игроку из Финляндии Ну и давайте послушаем Надеваю я второй наушник И что я слышу, дорогие мои? Слышу парня с рейлганом Где-то бегающего Ферзиан смещается у нас к красному Ну давайте действительно послушаем Долго там на миге Мешкался оппонент Минус оппонент сейчас будет Да ладно Очень хороший рокет Вот рокет четко сейчас зарешал Прямо в лоб залетел В любом случае забирает здесь Ферз красный Обратите внимание Что красный все это время лежал Я уверен, что Ферз знал о том Что он там находится Возможно не забирал его специально Не сильно здесь задамажил Рейлганом промахивается Хорош, хорош Очень грамотно здесь все сделал На самом деле бой выполнен Как мне кажется не идеально То есть открывает тортик Нам показывает тортик Друзья, да Мы знаем про тортик Спасибо Ой-ой-ой Как прикольно получилось Он упал на голову сейчас Ферз своему оппоненту И за счет этого оппонент Не понял где Ферз находится Он не услышал приземления Понял, понял, не понял Ферз Блин, опять же Вот это из-за того Что мы слышим больше Чем слышат спектаторы Здесь Рокет очень жесткий Кстати говоря Пролетал Мог по щам здесь настучать Ферзю и Рейл Офигеть Оу-оу-оу Полегче парень Это не клан арена Ты че Это не долбанный спайдер кроссинг Который простреливается Рейлганом Вы че Да, жестко Сейчас Ферзян тут устроил Нам Так сказать Не, ну прикольно получилось Ничего не скажу Мега появляется По таймингу Пытался припрыгать Ну, немножко аркадно Честно говоря И что я хочу сказать Вот эта аркадность Она присуща чему? Она присуща ТДМу Действительно Вот в ТДМе Это вообще норм Как бы Рокет Ну, в смысле Рокетджамп здесь Какой-то небольшой Там на 30 хп Тут куда-то пострелял Там куда-то побежал Почему? Потому что Оппонентов на карте много Когда вы играете в ТДМ И они В общем-то Рассредоточены Там Кто-то смотрит налево Кто-то смотрит направо Этот занят этим Этот занят То есть Такая на самом деле Общая суматоха происходит Во время ТДМа И не всегда понятно Где находится ваш оппонент Что он вообще делает Какой у него был план Откуда он прибежал В отличие от дуэлей На самом деле Дуэли в этом плане Они Именно такие вот Позиционные Наверное Будет правильно сказать То есть Оппонент Ваш бегает по карте Он четко понимает Где вы Четко слышит Что вы делаете Примерно может понять Какой майндгейм Спытаетесь вы замутить Что вы хотите сделать Чего вы не хотите сделать На что вы пойдете На что вы не пойдете И так далее Огромный список того Что могло бы произойти Вот И мне кажется Что это является Слабым местом Сейчас для Фирза Потому что Он Как игрок ТДМа Ему нужно Перестроиться На самом деле Если он Как бы действительно Хочет сегодня Хорошо выступить Хорошо поиграть Хорошо отыграть Ой Кстати Могло там Прямым рокетом зайти Но не зашло Отлично Очередной факт Ну и изи катка Как мы с вами видим Для Фирзя В любом случае Первый раунд Для всех изи катка Ну как Сказать Кстати Надо звук Нужно побольше сделать Или хотя бы вот так То что там было 0.05 Да Вот так получше Скажите Нормально ли меня слышно Не слышно ли меня Лишком сильно Относительно игры Относительно игры Может быть нужно Как-то пофиксить Микрофон Попытка здесь Директа Но тут Мне кажется И прошу прощения Мой телефон Рация Спутниковая Звонит Один момент Все ребят Отправил сигнал Спутник Все Чтобы больше не звонили Попросили Потому что я говорю Ребята Сейчас очень занят Вы понимаете 125 фпс Лига Сегодня устроила 125 фпс Сандейкап И ну как бы Вы же понимаете В общем все Ребята нормально Все Телефон Больше звонить не будет Городской как минимум Утопленник Я увижу утопленника Нет Смотри Выплыл Выплыл Красава Вообще Савчик Вот здесь сейчас Ферзян ошибается Кстати За что и минусован Будет Да И в общем-то Это и происходит Ну Аркадит Аркадит Сто процентно Вопрос в том Сможет ли он Становиться в этой Аркаде Против серьезных Игроков Вот это Действительно Актуальный вопрос Сейчас для нас С вами Ну для Ферзя Я надеюсь Что этот вопрос Существует И что он его решает Потому что Ну и как бы он Скорее Я надеюсь на то Что Ферз Четко понимает Эту разницу Между как бы Хладым игроком Против которого Можно вот так Аркаду Просто Дичайшую Устраивать И Серьезных парней Против которых Нужно как бы да Серьезно сыграть Оппонент кстати говоря Не нулячий Не какой то там Ну баса Или что то такое Да как бы не сильный Ферз сильнее Почему Потому что Ферз реально Супер пупер игрок ТДМ Но если вы хорошо Играете в ТДМ То и в дуэли Вам ничто не мешает Хорошо катать Только только Вот основной вопрос Это без Пуш 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 Есть у нас один игрок Который может так делать Но он один Вы конечно же понимаете О каком злом человеке Я говорю Конечно же Вообще интересно будет Посмотреть Этот санды кап Потому что Стим Как бы Прошло некоторое время То есть Те игроки Которые там Ну считали Считали себя Классными в квейке Типа О я классный Я играл в квейк Раньше Сейчас я всем вам покажу Или просто Нью скул Который приходит Такой О типа Классный игру Ли сейчас я буду здесь Тащить Я царь и бог Вот Они уже Как бы Немножко подразобрались Что где Поняли Где основная лига 125 фс Естественно Вот И нашли какие-то Пути Лазейки Что не просто Дорогие мои Конечно же Зарегистрировались На него И Сегодня примут участие Именно Что парень Бежит по этой карте Немножечки Потому что Он принимал Тоже участие И не самые Сильные результаты Показывал Не слабые Но и не самые сильные В любом случае Посмотрим Что он покажет сейчас Насколько я понял Это некое возвращение В квейк Потому что Как я понял Он Все это время Не играл Насколько я понимаю Давно его не было видно Или может быть Мне просто не было видно Вот Ну Двукратное преимущество Сохраняется Практически GG Посмотрим Сколько подобрал 6 мег 9 красных Неплохо Not bad Хороший результат Вот И в общем-то Пирс Тут Заканчивает Насколько